МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа. Регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Ближайшие несколько минут о главных событиях прошедшего дня. К сожалению, не обошлось без получения ножевого ранения. Ранен при исполнении служебного долга. Анапский полицейский, задержавший дебошира, идет на поправку. Для мытья полу, для обработки ручек, дверей, мебели, для замачивания посуды. Профилактика коронавируса. Наша съемочная группа проверила готовность образовательных учреждений к борьбе с опасной инфекцией. Анапа в числе первых городов России присоединилась к международной акции «Сад памяти». Сегодня на бульваре Евскино жители курорта высадили более 80 молодых берез. За несколько часов активисты заложили новую аллею. Общими усилиями в акции приняли участие глава Анапы Юрий Поляков, депутаты и председатель совета Леонид Кочетов, члены ветеранских и общественных организаций, молодежь, волонтеры и анапские школьники. Как отметил глава курорта, это лишь первый этап акции. Вскоре молодые деревья высадят во всех сельских округах курорта. Подготовка началась с самого утра. Специалисты зеленстроя выкопали лунки для молодых саженцев. А чтобы деревья точно прижились, завезли сюда чернозем. В закладке будущей зеленой аллеи приняли участие десятки анапчан. 2020 год – это очень знаменательный год для нас. В этом году мы будем праздновать 75-летие победы нашей страны над немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы проводим акцию. Это всероссийская акция. Сад памяти. Мы высаживаем деревья. По Кубани будет высажено 19 тысяч деревьев. Благодаря той великой победе мы сегодня уже 75 лет живем в мире и под чистым небом. Это действительно достояние. Нет ни одной семьи, которой бы не помнили своих героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Сад памяти – это еще одна века вот в той исторической цепи памяти, которая должна сохраняться из поколения в поколение. Специально для акции Сад памяти местный депутат закупил более 80 молодых берез. По словам Дмитрия Диконенко, в его семье День Победы – особая дата. У меня в семье есть ветеран, до сих пор живой. Деду 99 лет в этом году исполняется. Живет в темрике. Здоровый, крепкий, еще копается в огороде. Так что поедем его поздравлять уже на 9 мая. Главными помощниками стали ученики седьмой школы. Они не только приняли участие в посадке, но и обещали в дальнейшем ухаживать за деревьями. Вот давай. Придержи вот так еще. Аллея памяти на улице Ленина – это лишь первый этап акции. Новые деревья будут высажены во всех сельских округах курорта. Анапа, как город воинской славы, один из первых проводит эту акцию. Сегодня мы делаем сад памяти. Мы всегда будем помнить и чтить. наших погибших и живых героев, благодаря кому над всеми нами мирное небо. И вот молодежь, которая присутствует со школы, они будут следить за этими деревьями. И эта память должна передаваться им. Юрий Поляков обсудил с местными жителями дальнейшее благоустройство бульвара, который носит имя Героя России. В планах администрации разбить здесь полноценный сквер. У нас есть уже эскиз, разработка. Мы все равно здесь сделаем наш бульвар. Активисты и общественники заверили главу Анапы, что в стороне не останутся. Они готовы помочь в реализации проекта и в дальнейшем ухаживать за зелеными насаждениями. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Ну и сегодня в нашей жизни есть место подвигу. Анапский полицейский был ранен при задержании дебоширом. Находясь в неадекватном состоянии, житель Цибонобалки угрожал своим же домочадцам. Лейтенант патрульной и постовой службы Артур Баштовенко встал на пути преступника и получил удар ножом. Сейчас полицейские проходят лечение в хирургическом отделении городской больницы. На днях его навестил начальник Анапской полиции и представитель общественного совета при отделе УВД. Вместе с ними скорейшего выздоровления Артуру Баштовенко пожелала и наша съемочная группа. Как дела? Как здоровье? Попробуем. Это тебе витамины. Чтобы ты быстрее поправился. В дополнение к пожеланиям корзина с фруктами, которую принес начальник Анапской полиции. Гранаты и апельсины выбраны по рекомендации медиков. Они помогут восстановиться после ранения. Вызов, который поступил в дежурную часть 6 марта, обернулся для Артура настоящим испытанием. Сигналы о домашних скандалах не редкость. Но обычно решить эти проблемы удается мирным путем. Однако в этот раз все оказалось по-другому. Житель села Цибанабалка, находясь в неадекватном состоянии, начал угрожать своим родным. Когда приехал патруль, он хотел затащить в квартиру дочку, которая пыталась от него убежать. Я подбежал и ногу подставил под дверь, чтобы она не захлопнулась. А двое других сотрудников тоже стали дверь придерживать, открывать. Ну вот, скажем так, борьба произошла некая. Он выскочил. Выскочил, мы его тут же обезвредили. Но, как оказалось, все-таки он удар нанес. И для меня этот момент был, скажем так, неожиданный, потому что о том, что я получил ранение, я узнал уже после. Как вспоминает Артур, он даже не почувствовал боли. У него была задача обезоружить мужчину, чтобы тот не смог навредить ребенку. Об опасности он не думал. Долг был на первом месте. Спасибо вам, да, за воспитание сына. Мы еще отдельно вас обязательно... Вам спасибо за внимание и... Обязательно отметим этот момент. Вызовем его общий собрание, так что готовьтесь. Поправиться. Поправиться, да. Воспитать настоящего мужчину-защитника. Спасибо большое. Да, которого силы есть защитить обычных людей, которые требуют этой защиты. Да, и он любит свою работу. Сущность человека определяет не слова, а его поступки. И понятное дело, что Артур прекрасно понимал, что происходит, прекрасно видел риски. Тем не менее, он с честью выполнил свой долг. И, наверное, сложно представить, что было бы, если бы он не стал на пути вот этого человека, который нес непосредственную опасность другим жильцам дома, другим людям. Родился не в рубашке, но в форме. Хоть рано и оказалось глубокой, нож чудом не задел жизненно важных органов. Сейчас лейтенант находится в хирургическом отделении городской больницы. Обычная заявка, обычно выезд на место происшествия. И, казалось бы, рядовая ситуация, которая требовала незамедлительных действий, профессиональных, четких, грамотных, самое главное, в соответствии с законом. Но, к сожалению, не обошлось без получения ножевого ранения со стороны этого преступника. Но, тем не менее, наш сотрудник проходит сейчас лечение. Я надеюсь, что в скором времени он вернется в строй и также продолжит добросовестно, по-настоящему и по-честному выполнять все служебные обязанности. Рядом с Артуром постоянно находятся его близкие родственники. Супруга, что со дня на день готова подарить мужу долгожданного сына, и мама, воспитавшая настоящего мужчину. Это не единичный случай, когда он спасал, помогал в тяжелых ситуациях. Даже сейчас он был на перевязке, женщина подходит, говорит, а вы мне не помните, вы меня помогли, вы мне спасли, вы же полицейский. И я знаю, что мой сынок именно такой. Он никогда не пройдет мимо, если кому нужна помощь. Тем более, если это ребенок. Врачи дают положительный прогноз. Однако под их присмотром Артур Баштовенко пробудет как минимум месяц. Рана глубокая и нужно время на реабилитацию. После этого лейтенант вернется в строй. Служить и защищать, как того требует, долг и честь офицера. Никита Бойко, Ксения Сипкор, Аман Бергалиев, Анапа-Регион. О мерах профилактики коронавируса рассказали работникам социальной сферы курорта во время расширенного заседания Санитарной противоэпидемиологической комиссии, которая прошла в администрации города. На основании рекомендаций Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по заявлению родителей, ребенок может перейти на режим свободного посещения. Весенние каникулы будут длиннее на 10 дней. Отменены межшкольные, культурные и спортивные мероприятия. Все подробности в сюжете Вадима Иванова. На сегодня в Анапе не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции. Защита наших детей начинается на дальних подступах. Эта работа для обывателя практически незаметна. Государством введен карантинные, серьезнейшие профилактические мероприятия, начиная с границы. Этот контроль, санитарная охрана территория называется, он был всегда. Просто никто его не видел, не знал и не слышал, не нужно было. Вот у меня в авторотделе два специалиста, которые работают на СКП и встречают каждое иностранное судно, прибывшее морским путем или воздушным путем. У нас были постоянные рейсы Армения-Стамбул в этом году, да. Были чартерные рейсы постоянно практически. Вот эти два специалиста у меня заходят на судно первыми, до пограничников, до всех. Никто же этого не знает в стране, не знал, наверное. И они открывают границу. Говорят, есть возможно приземное это судно, открыть ему границу пограничникам. Если там какой-либо инфекционный больной, мы не даем открытие границы. Это санитарная охрана территории. Она была задействована более усиленно сначала, как говорится, с конца декабря, когда появились первые случаи заболевания и действует на сегодняшний день. Отдельный блок мероприятий касается усиления дезинфекционного режима. На бумаге действия уложены в сухие пункты информации. На деле же все начинается ранним утром, когда родители приводят ребенка в сад. Можно войти, да? Детский сад номер 18 города-курорта. У входа столик для дезинфекции рук, бутырицидные лампы в детском стиле. Детей воспитатели встречают у дверей и разводят по группам. Родители расписываются в журнале самочувствия ребенка. Общее самочувствие, подпись родителей. Вечером будут уходить опять, отметили, расписались. Все противопандемические действия персонал заносит в специальный журнал. В нем отмечают время кварцевания, дезинфекции, проветривания, приготовления растворов. На каждой группе есть такие папки. Если кто-то что-то забыл, имеют право, да, не обязательно там все помнить. Они могут всегда заглянуть, посмотреть. Расход дезинфицирующих средств заметно возрос. Ведь даже тарелки после каждого приема пищи попадают в емкость с дезраствором. Потому и запас всего необходимого для борьбы с вирусом должен быть ощутимым. Мы его добавляем для мытья полов, для обработки ручек, дверей, мебели, для замачивания посуды. Это маски, это перчатки, это тоже Д-средства, кожные антисальтики. В школе номер один тоже проверяют температуру на входе и моют поручни. Двери с доводчика временно сняли, чтобы у школьников не было необходимости каждый раз браться за ручки. На свободное посещение школы родителями написано чуть более 100 заявлений. Это при 1300 учащихся. А дальше каникулы. Учителя-предметники разместят задания в группах соцсетей и мессенджеров. В этот период будут у нас дежурные группы. То есть, допустим, начальная школа, первый, второй, третий, четвертый класс. Дежурные учителя, которые будут отвечать на вопросы, которые возникнут у родителей. Ну и, естественно, учителя-предметники. В дошкольных учреждениях для родителей, чьи дети в эти дни также остаются дома, на сайте учреждения выставлены рекомендации, упражнения, игры. Для любителей статистики отметим, что, например, в 18 детском саду из 659 малышей домой забрали лишь 63. Как правило, речь идет о тех семьях, где есть старшие дети, которые в дни школьных каникул смогут присмотреть за ребятишками. Вадим Иванов, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Феникс и Кубанская Нива – лучшие футбольные команды курорта по итогам открытого чемпионата. В эти выходные в Доме культуры села Витязева отчествовали лидеров городских соревнований. Почти полгода за первенство боролись 20 сборных команд. Какие сюрпризы для победителей приготовили организаторы в нашем сюжете? В Доме культуры села Витязева «Аншлаг». В зале – анапские футболисты со своими семьями. Антураж соответствующий. Даже скрипач предпочел исполнению классической музыки Антонио Вивальди зажигательные хиты современного композитора Линдси Стирлинг. Хоть и не с трибун, спортсмены продолжали болеть за свои команды. Название команд победителей игроки знали еще до награждения. Однако индивидуальные грамоты стали для них сюрпризами. Леонид Шевченко поставит на стенд почета целых две. Футболиста признали лучшим игроком тура, а также фаворитом в номинации в «Здоровом теле» «Здоровый дух». И нет, Леонид не форвард. Его миссия – не пропустить ни единого гола в ворота команды «Кубанская Нива». Анапчанин тренируется четыре раза в неделю, а это 208 дней в году. Отличный пример для тех, кто обещает себе заняться спортом с понедельника. Как отмечает Леонид, игра была напряженной, но в следующем году они планируют сыграть в высшей лиге. Мне кажется, когда мы отставали, буквально один гол, и нас думало догнать, это самое напряжение было, что именно догнать соперника и обогнать. Правила мини-футбола почти не отличаются от правил привычной игры. Главный нюанс – количество игроков. В мини-футболе их всего по пять в каждой команде. Открытый чемпионат в Анапе проводится уже несколько лет. Как отметили организаторы, растет количество спонсоров. Теперь это не только компании, связанные со спортом, но даже строительные фирмы и другие организации курорта. Самая главная цель, которая была при проведении данных мероприятий, это же, конечно же, популяризация мини-футбола у нас в нашем городе и организация здорового досуга для молодежи, для взрослого населения, для подрастающего поколения при общении их к занятиям массовым спортом. Неоднократно анапские команды становились участниками матчей на Кубок губернатора Кубани, а также лидерами краевых состязаний. Успехи футболистов стали возможны благодаря поддержке главы курорта. По поручению Юрия Полякова в селе Юровка проводится реконструкция стадиона. Вскоре такой же проект будет реализован и в Сабанабалке. Специалисты уже подготовили всю необходимую документацию. По итогам открытого чемпионата в этом году лучшей командой высшей лиги стала «Феникс» из станицы Анапской, а лидером первой лиги оказалась городская Кубанская Нива, также взявшая золото. Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Ну а я прощаюсь с вами, всего доброго и до встречи в эфире.